Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и я начинаю очередной FFA-сериал в Сидмерс Цивилизейшн 6 за Португалию. Но сначала хочу извиниться за долгое отсутствие видео по Циве. Я тут переезжал, и были некоторые проблемы. На самом деле, я даже две игры записывал. Но первая, полностью сыгранная игра, оказалась записанная со второго монитора. То есть я, конечно, мог её выложить как подкаст, чтобы вы только слушали, но мне кажется, это было бы не сильно интересно. Во второй игре у нас были большие технические проблемы, мы играли на десятерых, и промучившись часов шесть, просто решили не продолжать. Но, наконец-то, вот третья была сыграна. Во всех трёх я просил моих соперников разрешить мне сыграть за Португалию именно, чтобы в очередной раз убедиться, точнее, что за неё вполне можно играть в FFA, не обязательно её банить. Карта Пангея. Мои соперники тоже себе выбирали цивилизации. Из особенностей только ограничение в 170 ходов, так что в партии можно победить и наукой, и культурой, и религией, и по очкам тоже. Напоминаю, что спонсоры канала все серии сразу могут увидеть во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку. Особо хочу отметить людей, которые вот уже скоро три года будут поддерживать мой канал. Это Павел Малык, Шмаль, Константин Романюк, Алексей Глебетчук, Остилла Серебро и Андрей Попов. Ну и традиционно, напоминаю, не писать бессодержательные спойлеры в комментариях. И, пожалуйста, не оскорбляйте участников партии. Приятного вам просмотра. Так, ну смотрим. Место такое. У тебя есть олень, это значит, что Артемиду можно будет попробовать, да? Как минимум. Так, давайте тут холм, да, давайте вот сюда прыгну, гляну. Ага, тут река. Ну, понятно, что надо по побережью усилиться. К минимуму здесь, например, место есть. Ладно. Нету смысла что-то тут придумывать. Начну пока с одного разведчика. Не, ну что тут менять? Так, так сделаю. 2-2 пускай будет. Или вырасти быстрее. Не, я хочу разведчика все-таки. Мореходство на реке. Это прикольное. Что-нибудь тут повырубаем. Есть жемчуг. Две рыбы. Ну, понятно, что как минимум гавань мы тут ставим. Слушай, я вот не помню, а на поймах вообще можно строить Артемиду? Какой у меня вопрос. Артемиды это в конце. Ну, тут вообще нету никаких условий по поводу строительства. Можно построить только рядом с лагерем. То есть, ну, понятно, только рядом с лагерем. Вот тут, если да, то я бы тут Артемиду ставил. Здесь у нас что-то грустненько с горами на самом деле. Ну, у меня, кстати, тоже. Так, знаете, уже вот наводство. Маленькая полосочка. Здесь и тут Артеми, да? Блин, какое хорошее место вообще. Можно сразу настраиваться. Так, есть кто-то, кто не загрузился? Я еще голубуюсь. Я хожу. Так, надо подумать. Ну, тут еще надо думать о дамбе, наверное, сразу. Четыре благовония, я просто обнюхаюсь себя. Надо было за Индию начинать. Ммм. Ну, что, получается, наверное, пока предварительно. Ну, пока там грузится. Тут дамба. Тут. Пока ведут. Тут, видимо, производственные. Ну, опять же, непонятно, где у нас еще железо будет. Тут, возможно, театралка тогда. Ну, и где-то здесь делать, не в столице, делать правительственную площадь. Ну, и так пока предварительно. Мы не знаем, что там. Разведчики в кошке, что ли? Да. А что, у тебя сразу разведчик? Уже есть. За кого? На барваров, наверное, встретил. Создаю вот так. Кстати, так и непонятно, как у разведчиков с кошками гладить их. Кто-нибудь нашел? А это случайно. Мне вот давно повезло, их можно было гладить. Да, у меня в прошлой игре тоже можно. Каждый раз надо проверять. Тот, которого я создал, кстати, там не было. А вот тот, который мне с руинки выпал, вот того можно было гладить. Вот я запомнил точно. Слушайте, а у меня же еще вот, вот еще одно место возможное для Артемиды. И, возможно, здесь даже получше. Ну, опять же, зависит от того, как мы исследуем территорию, тут же еще город будет. И я думаю, что тут какие-то ресурсы тоже есть. То есть, Артемиду имеет смысл ставить, ну, думать о том, где ее ставить, исходя из того, сколько вокруг ресурсов, которые на нее будут действовать. В четырех клетках все плантации, пастбище и эти лагеря. Ну, пойдем сюда смотреть. Тут есть озеро. Ну, я уже проверил, что на озер... Блин, смотрите, какое тут плохое место. Вообще ничего нету просто. Как вот тут город ставить? На озерах немножко бессмысленно за Португалию. К сожалению, города на озерах ничего не... Даже с гаванью. Если я сейчас ублю возможность модов и зайду, этого хватит или... Ну, удали. Ты сначала отпишись, наверное, от ББС, чтобы он у тебя просто удалился, и чтобы он у тебя загрузился обязательно. Так, ну что, смотрим, какая тут у нас территория. Ну, тут грустно. Ну, тут придется город ставить, видимо, и сюда будут ставить. Но, в принципе, тут грустновато. Будем надеяться на места вот там сверху. Понятно, что за Португалию надо все на побережье ставить. А потом уже внутри, возможно, что-нибудь. Тут так себе. Сейчас появится скаут. А, хочу спросить, Галикардайка забанена, да? Нет, все разрешено. Запрещено только пропускать великих людей, ну или отказываться от них. То есть, то, что тебе выпало, то и берешь. Ага, хорошо. И приват запрещен. О, кстати, вот тут хорошее. Раз, два, три. То есть, вот сюда город неплохо встанет. Типа, как у меня не слышно было, что просто по поводу этого немного странноватый, мне кажется. То есть, и тех же самых мапучечных тоже надо было куда-то добавить, как минимум. Ну, тут вон против хмеров были, что тоже возможно. Я тоже думаю, что наверное мапуччи тоже стоит теперь в автобан добавлять. Нет, там прикол у Колумбии даже больше не в Льонеро, а в том, что у них дополнительный ход. Нет, искорее, это жестко просто я не... Разведчик, так, хорошо, тогда мы тут отменим разведчика. Ну, у Японии в этом, в бетербаланс гейме, вот, именно вот. Я не очень люблю бетербаланс гейм, но... То, что в Японии добавили, там, нету соседства для центра коммерции от век, это прикольно. Приятного аппетита. Прикольно, но думаю, маловато это какие-то единицы. Хотя я точно не знаю, что там будет. Я, кстати, сейчас уже более-менее, но опять же посмотрим по... По побережью, что там будет. Потому что лучше, что в Японии, типа, нет рек таких крупных. А, ну, это да. Ну, надо будет, наверное, сюда первый, если, блин, не знаю. Тут тоже как-то выглядит ничего. Но, вот тут храм Артемиды, о, лошади. Нет, тут, наверное, вообще на табак. Ну, хочу, надо дальше еще пройти, глянуть. Вот, меня смущает, что сейчас там побежал скаут варварский везти ко мне. Ну, вообще, далековато будет. Ну, тут тоже придется, видите, город ставить. Где-то. Потом. Еще руинка. Так. Письменность. Блин, мореходство далеко. Давайте гончарное дело. Видите, через гончарное дело надо его открывать. Нам мореходство надо. Нам очень надо мореходство. Так. Тут пока два оленя обрабатывается, я думаю. А, нет, давайте так пойдем. Ого. Ну, судя по... Ну, пока я думаю. Так, стоп. А нужен ли мне... Рабочий? Ну, вообще нужен. То есть я точно обработаю... Мне все-таки кажется, тут надо Артемиду ставить. А... Этих не видно, да? Лучников я имею в виду. Блин, что я буду обрабатывать? Ух ты. Это классно. Реликвия не часто попадает... Выпадает. Не, наверное, зря протокол. Он у меня сейчас прачник прачником будет атаковать. Это очень больно будет. Он отойдет скаутом, протокует прачником. А нет. Смотри. Прикол. Так, ну, наверное, сюда пойду. Полетел. Мы встретились. Привет. Здорово. А еще в Португалии дополнительный Вижен. Я хочу побережье видеть в первую очередь. Ну, тут хочется все-таки мне на табак поставить. То есть тут, в принципе, еще есть... Будет место где-то. Поэтому тут на табак лучше. Давайте расставить меточки. Одну клеточку поближе подвинем. Подальше подвинем. Надо. А мы где-то далеко. Или близко. Я близко. Вот я вижу вопрос. Только в том, что мне некуда караваны пока пускать. То есть пока у меня Португалия не работает. Это у меня получается. Пусть бы какую-нибудь ГГшку бы на побережье, а? Я был бы очень рад именно ГГшке. А не другой цивилизации. Ну, вот здесь я точно поставлю. Так, начну все-таки с оленя. Смотри, а я если его... Ну, его, где-то еще северо-западнее поставлю. Ну, если бы не... Не понял. Ммм, два хода. Так, я обработаю. И, как раз, это не буду пока покупать. Ну, тут... Типа... Ты не можешь нам подвинуть на клетку выше? Могу на камень, могу. Давай. Я могу даже, наверное, еще ближе поставить. Здорово, чилиния. Здорово. О, еще руинка, отлично. Так, я бы взял, честно говоря, соседство за тропические леса. Тут выглядит так, что у меня тропические леса очень неплохо будут работать на священные места, и, соответственно, у меня будет вера. Так, видно его лояльность тут? Видно, но он где-то вот тут, похоже. Алексей, а ты далеко? Не особо. Так, ну, я думаю, что боксарь мне уже не нужен. Ну? То есть, в следующем ходу я уже должен сейчас пансион принимать. У меня и так плюс четыре от... Так. Давайте так гляну. О, есть руинка. Сюда прыгаем. Маленький, Алексей? Да, нормально. Ну, я надеюсь, выше ты уже не будешь ставить. То есть, это твой последний город вверх. Денюшка пришла. Так, а кто там Айт Хайл встретил? Нет, такой вопрос. Я. Так, стрельба из лука есть. Пошли-ка в нее, я думаю. Я тебя не вижу даже. Я тоже тебя не вижу. Блин, а что мне не дали пансион принять? Это Айт Хайл. Ты бы только следующим ходом по словам 12 набираешь? В шестыне, вот тут вот где-то, так? Чуть сбоку от нее. Да. Здесь Алексей уже слишком близко к тебе, или как? А, вот. Ну, как тут... Тунгру делить будем. Так, стоп, а что это за три вот этих вот? Та верхняя мне точно не нравится. Там просто уже инк рядом. Там будет ограничиться с инком. С инком мы потом разберемся. Ну, в смысле, договоримся. Не, ну, мы разберемся. Кто знает. Кто знает. Так, пойдем-ка с этим варварам разбираться. Так, тут я хочу лошадей обработать. Ну, наверное, первый я сюда пойду. Ломнились лошади. Скажите, исключение посольствами обменяемся. А зачем? Ну, типа, чтобы метки ставить относительно столицы. Все дела вот это вот. Ну, могу я тебе метку столицы поставить, чтобы рассчитывали. Окей, покажи метку свою поставь столицы. Ну, и самарканд первым нашел. Так, и судя по всему, вот это вот полуостров мой. Тут, скорее всего, так вот будет полуостров. Для меня. Это прикольно. Вот, поставил. Мне нравится. Знаете, прикол в том, что абсолютно одинаковые артемиды получаются. В смысле, по наличию. И там, и там четыре вот этих ресурсов только добавляются, и все. Ну, еще плантация, вот пятая, тоже для обоих, и все. Все остальное. Хотя тут еще... Еще один, я просто думаю, может убрать отсюда артемиду. Ну, и, например, ну, тут как-то ромашка тогда лучше встанет. А, ну, тогда, да, тебя можешь чуть повыше, чтобы охотеет тебя вылезает, нет? Повыше не влезает. Ну, плюс население, это круто. Повыше ли влевейки? Так, ну, наверное, чисто производство поставим. Не знаю, пойти, наверное, кукурузу обработать, чтобы плантации ускорить. И мастерство, и, соответственно, мастерство поставить... Тут сейчас будут переть ко мне варвары, скорее всего. Так, ничего вроде не сломалось. Да, вон они уже прут. Блин, жителя убило. Убило жителя. Вот это не прикольно. А, нет, 0. А, это я посила построил. Ладно, не буду, наверное, давайте я оленей обработаю. И, чтобы мастерство быстрее открыть, мне надо быстрее прачников сделать, потому что там трубцы, видите, уже ко мне, ребята. Ну и, соответственно, убить прачников, чтобы стрельбу из лука открыть и Артемиду построить. Мы же без монополий, да? С монополиями. С монополиями. Блин, жалко. Англии нет. На пересечении трех контента продюсер вообще классно было. Что у нас? Мастерство. О, кстати, мастерство. Как это я это ускорил. Ну и нафиг мне тогда оленя обрабатывать. Ой, блин. Блин, если вот сейчас кто-то сюда встанет, то я не могу поселенцам туда пройти. Слушайте, а давайте я поберегу пока рабочего. Мне не так нужны... То есть я обработаю оленя, это деньги всего лишь будут. Плюс два деньги. Мне пока не так нужны деньги. Зато у меня рабочий сохранится, если что, отремонтировать оленя. То есть видите, мастерство я уже ускорил, получается, за счет... Здоровый инг. Здравствуй. А где мы встретились? Что-то я не вижу. Ты дуболомом встал. А, я понял. Да, я вижу. Так, давайте глянем. Тут... Ой, не лаянство. В поселенце смотрится. О! А, вон его границы уже. Видите, это столица Инка. Не, ну и в принципе, вот такое ощущение, что вот это мой полуостров, который я и должен заселять. Будем его смотреть. Так, тут пока откладываем стрельбу из лука. Давайте горное дело. Не, ну красиво. Вроде и вроде есть места. Правда, не так уже... Вообще не видно гор никаких, где ми-наук убрать. Но у Португалии есть возможность за счет, собственно, клеток побережья. Ага, проходит. Отлично. Все, норм. Так, тут... Наверное, стоим. Не, давайте я вот сюда выйду прачником. Пускай он подходит. Тут пока стоим. Блин, красивые места. Это вот холмы Инкские, конечно, круто. Какое-нибудь тяжелое поражение. Надо постоять пока. Ну ладно, вообще, в принципе, что я тут... Я тут точно не буду претендовать на это и на это. И у Инка тоже у меня все-таки побережье. Я Инку поставлю. Инк, как ты смотришь, ну то есть я вот тут город поставлю, но это прямо, скажем, типа не скоро. То есть когда-нибудь. Или это слишком близко. Я не вижу метку. Сверху. А, сверху? Ну, вообще, я бы, конечно, хотел бы... Ставить вот в этом месте тоже. Ну, то есть вот эта вот граница, это твоя столица, я так понимаю. Да, да, да. То есть хотя бы один. Ну и там, там у меня даже по лояльности я не выдержу, скорее всего. Ведь я уже тут минус 14, так что... Ну да, наверное, не буду я там ставить. Давайте гляну, что тут вдруг тут еще какие-нибудь руинки не собраны. Там явно Инк не ходил. Ух ты! А что это? Занимает, например, производство. Плюс 50 строительства чудес и районов соседних... Ну... Ну, такое интересное. Тут я топические леса возьму. Интересное чудо, но не прям такое убер уже. Так, тут надо будет мне срочно... Потому что он не видит, скорее всего, моего поселенца и может просто сюда походить и помешать мне. Кстати, у меня тут пока... Из того, что я вижу, только пока вот эта одна клетка затапливается. Тут вообще нормально, город будет стать не затапливаться. Тут вот... Вот, только тут еще клетка затапливаемая. Так что, нормально пока становимся. Это испанец Теонор, вот этот город в будущем будет. Это? Заметка? Да. Так, поставили Каимбру. Ну да, это далеко... Это далеко для Инка. Так, тут я гляну. Ну, тут хорошие места тоже у него. А у нас же Канада есть в игре, да? Да, я ее даже встретил. Да. Я даже за нее играю. Классно тебе. Аристократ, ты куда город тебя же ставишь? Там, где он стоит. Так, ставить уже плюс... Ну блин, а к чему... Чего никто не подходит? Я тут строю, понимаешь? Да, мне так... Ладно, знаете, наверное, не будут тогда менять. Плюс 5, ведь у меня последнего осталось прачника построить. Один ход остался. О, кайф. Губернаторский титул прям сразу. Так, знаете что? Давайте-ка мы Магнуса возьмем. И я думаю... Так, где у нас астрология? Мы идем прямо в астрологию. Будем ставить священные места. И Магнуса прокачаем на... Чтобы не убирался этот... Так, а... По-моему, караваны я пока не могу покупать. Да, тут надо для караванов открыть... Раннюю империю. Не, подождите. Мне придется для караванов, видимо, сюда идти тогда пока. Вот там он закрытый. Блин, там не Ранний империй. Я уже забыл, что дает караваны. Так, тут я сейчас еще три очка получу. О, наконец-то подошел хоть кто-то. Так, давайте я тут пока апнусь. Чтобы меня не убило. А потом уже захвачу этот лагерь. Да, вот это мой полуостров, судя по всему. То есть, вот это вот все мне надо заселять по периметру постепенно. Ну, видимо, пойдем обработаем... Так, вот потихоньку будем подходить. Ну, думаю, надо инка исследовать, а потом от него к греку подойти. Как-то так. Монумент Амбар. Давайте, наверное, еще вот такая разведчика дострою. Я просто думаю, что я следующим ходом открою как раз пирамиду... Артемиду и начну строить ее. Финикия, если что, у меня есть алмазы на обмен. У меня ничего нету. Столица без роскоши. Так, а что я в Коимбре... Ну, да. Мы и убиваем. Прокачено. И что, я не открыл? Блин, один ход остался. Ну... Ладно, я тут отложу один ход. Просто отложу. Тут еще парень идет. А тут что, холм, что ли? Почему у меня приход закончился? Зона контроля, так сразу. А давайте я, прачник, наверное, убью скаутом. Тоже прокачаем. Так, тут грабим... Нет. Разгоняем флан. Обработку бронзы ускорили тоже. Так, ну, собственно... Дальше, наверное, в письменность пойдем. Каменоломня. По-моему, где-то была каменоломня. Ну, с осиками я где-то видел. Нет, не рядом. Так, тут откладываем производство. Ух ты. Слушайте, я тут руина, кстати, очень много нашел. И... 19-й ход всего лишь. Я, судя по всему, в Золотой век точно выйду. То есть, собственно, для этого Магнус и для этого священные места нужны. Эси и Артемиду... Эси и Артемиду... Эси должен еще и Артемиду успеть за это время построить. Эси и построить, будет вообще зашибись. Так, украшника апаем. Артемида. Семь ходов. Ну, успеваю. Ставим. Так, и тут покупаем эту клетку, ускоряем плантации. Тут убиваем. Тут забираем. Еще одного разведчика. Блин, у меня разведчиков. Вау, первый руинк, ребята. У людей первый руинк, только я тут насобирал. Ни в чем себе не отказываю. Не, я что-то дофига пособирал их. Так, Кардив дает энергию за каждое здание в гавани. Тоже хороший для меня... Ну, на будущее, правда. Конечно, у тебя там все руинки будут. Так, побежали, наверное, скаутом сюда этим. На, пока сюда пройду. Ух. Тут у нас есть суровые ребята. Будут резать, будут бить. Так, тут случайно. Я в первую очередь хочу инка посмотреть, и грека не строят ли они Артемида. Но, судя по ресурсам у грека... Вот где я, наверное, камень не видел. Судя по ресурсам у грека, он и не может их строить. Так, давайте я сюда встану. Этим сюда лечиться пойду. Так, в Лиссабоне у меня на производство, может. А тут что так, что так. В общем-то. Ну, я могу клетки купить там. Чтобы побольше производства было. А, вон куда он пошел. Так, давайте мы... Просто нельзя, чтобы он влазил. Давайте скаутом тут закроем. Тут я хочу вот эту клетку увидеть. А так дуболомом я буду возвращаться. И, в общем-то, тут практически весь полуостров мы исследовали. Да, вот это мой полуостров, судя по всему. И просто так вот постепенно надо заселять его и потом к этому чуду прийти. Греция... Ага, он на камни взял. Грек. Ну, то есть у него вера от камней. Так, а я астрологию открыл. Слушайте, а давайте глянем, что у нас со священным местом. Плюс два, вот тут плюс три. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Продолжение следует...